Привет, дорогие зрители! В этой серии покажу вам, как создать управляемый факел. То есть, фактически нажимаете на рычаг, он загорается, нажимаете на рычаг еще раз, он тушится. Ну, по факту что? Это даже не факел, а автоматический, так сказать, поджигатель адского камня. Ну, по крайней мере, выглядит он как факел. Значит, еще раз демонстрирую. То есть, нажали рычаг, еще раз нажали, тушится. Давайте сделаем это себе зелье ночного видения, чтобы просто вам было лучше видно. Значит, вот так конструкция выглядит в общей сути. Сейчас мы приступим к ее постройке. Ну, для начала, создаем стену из обычного самого камня. То есть, ну, банально наша стена, то есть, где будет находиться вся эта конструкция, то есть, за которой будет все это прятаться. Значит, я делаю для подставки, для некой подложки, новую штучку, такой версии 1.4. То есть, стена из булыжника называется. Довольно-таки красивая штука, на самом деле. Но многие их недооценивают. Значит, ставим на нее адский камень. Ну, логично, что адский камень поджигается простейшим раздатчиком с... этими огненными шариками. То есть, фактически, они пролетают через стену и поджигают самадский камень. Вот здесь будет раздатчик наш. В него кладем огненные шарики. Здесь все закрываем. Вот в это место ставим простейшим липкий поршень. Вообще, честно говоря, я использовал много конструкций, то есть, не только с липким поршнем, а еще и с раздатчиком с водой. Но остановился на этой, потому что она, по крайней мере, идеальна. Получилась и по компактности, то есть, и по размеру, и так далее. Значит, сюда ставим простейшим липкий поршень. Возвращаем на место наш адский камень. Он уже у нас есть прекрасно. Можно маскировать под булыжник всю эту галиматью. Значит, ну и любое место ставим раздатчик. Я постараюсь поставить конструкцию более компактно, поэтому пусть здесь стоит. Значит, проводим вот таким вот образом наши подложки для проводов. То есть, фактически, нажимая на рычаг, у вас уже загорится ваш адский камень. Но не потушится, естественно. Значит, здесь нужно сделать простейший генератор коротких импульсов, который при наличии сигнала будет тушить нашу конструкцию. Просто выдвигать поршень и задвигать. Для этого ставим инвертор и ставим простейший генератор коротких импульсов. Эта конструкция, которую сейчас я строю, она более компактна по высоте, чем предыдущая, но зато на один блок шире. То есть, это просто вам выбирать уже, какой вариант использовать. По идее, она уже будет работать. Значит, еще раз зажигаем ее и тушим. То есть, вот как все это работает. Нажимаем на рычаг, зажигается, тушится. То есть, еще раз показываю. При включенном рычаге активируется редстоун, и раздатчик выдает нам адский шарик этот. Поджигает наш адский камень простейшего шарика. При отключении сигнала загорается инвертированный сигнал здесь, то есть, благодаря редстоуновскому факелу. И подается сигнал на генератор коротких импульсов, который, в свою очередь, посылает сигнал на наш поршень. То есть, если сигнал здесь пропадет, поршень не активируется. И сигнал сюда пойдет, он активируется. То есть, такой как бы стабилизатор сигнала получается. Ну, эта конструкция компактна по высоте. То есть, она ровно до нашего раздатчика есть. То есть, по размеру, по высоте, да. Построим более компактную по ширине же. То есть, строим такую же штучку, такую же конструкцию буквально. Ставим сюда нашу подложечку. Сразу возьмем поршень, чтобы времени терять. То есть, все полностью то же самое делаем. Ставим сюда ски камень, маскируем камнем простым. Так, зелье кончилось, но прекрасный уже рассвет. Берем раздатчик. Заряжаем его тоже шариками. Маскируем обратно. Делаем такую же подложку. Но она будет немножко отличаться, в конце концов. Значит, здесь ставим немножко измененную версию генератора коротких импульсов. Она будет выглядеть вот таким вот образом. То есть, их множество, на самом деле, существует множество конструкций. Но, по крайней мере, я остановился на этой. Так, ставим здесь инвертор. Ставим здесь репитеры. Этот репитер ставим на двойную задержку. Это репитер на нулевую задержку. То есть, фактически, у нас будет задержка в 4 клика. Сюда ставим простейший редстоуновский факел. И проводим сигнал к нашему поршню. Значит, ну, логично, что нужно как-то соединить вот этот факел, или нет факела, вот с этим редстоуном. Я для этого придумал использовать новую фичу в 1.4, так называемые полублоки. Ставим сюда один полублок. На него редстоун. И сюда редстоун. И сюда ставим факел. Короче говоря, конструкция получилась, как видите, на один блок. Куже. Но зато, как сказать, по высоте не очень компактно. То есть, вам выбирать просто, какой использовать. Довольно-таки все это круто смотрится и эффектно. Значит, где все это может применяться? Ну, разумеется, для освещения ваших домов, скажем, да. Или чего-либо еще храмов, скажем. Мы вот придумали некий драконий курган. Давайте я сброшу конструкцию принудителем вручную. Вот, чтобы просто вам было лучше видно. Значит, спускаемся вниз. Тут у нас открывается секретная дверь, которую все сволочи сломали. Ну, это не важно, на самом деле. Давайте починим ее. Заходим сюда. И у нас зажигаются наши факелы. Ждем некоторое время. Зажигается стена некая. И идет столб света, по идее. Должно идти, по крайней мере. Ну, тут, видимо, что-то там заблокировалось. Но это не важно. Я просто показал, где применяются сами факелы. Значит, выходим отсюда. Это, видимо, Эндермена там подсчета по гриферинам. То есть, такие вот дела. Ну, разумеется, конструкцию можно сделать еще более простой. То есть, без всех заморочек с этими рычагами. То есть, давайте все это лишнее уберем. Просто для демонстрации банальной. Поставим здесь еще раз. Прошу прощения, что я убрал его. Раздачник. У него запульнем шарики. Вот. То есть, можно сделать банальными кнопками все это дело. То есть, смотрите, сюда подставить, скажем, подложку для нашего раздатчика с артстоуном. Взять кнопки в руки, что называется. И сюда поставить кнопку. То есть, эта кнопка будет поджигать. Эта кнопка будет тушить. То есть, видите, довольно все просто. То есть, можно сделать вообще простейшую, банальнейшую конструкцию. Но, по крайней мере, это не так круто, скажем. Как рычагом все это выглядит, да. Ну, разумеется, можно сзади сигнал подводить. То же самое. То есть, внизу будет сигнал сброса. всей конструкции. Вверху будет сигнал, скажем, активации. То есть, все очень элементарно, очень круто, на мой взгляд. Ну, в общем, спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это понадобится. Кому-то может пригодиться.